Добрый-добрый-добрый день всем! Не имею ни малейшего понятия, как там все будет развиваться, куда заведет одну и вторую команду их игра, кто тут у кого пикнут, кто как выступил, кто выиграл, кто проиграл. Короче говоря, понятия об этом я не имею, сейчас будем как раз разбираться. То есть для всех, кто не успел глянуть, смотрим, плюс смотрим прошедший матч в режиме лайв-трансляции. На данный момент Vega Squadron уже выигрывает 1-0, это вторая ответная игра Dragon Knight, Beastmaster, Disruptor, Geocopter и Bounty Hunter для команды Vega Squadron. Со стороны команды Burden United. Vigi Doctor, Phantom Lancer, Leshrac и Enchantress. Burden United на этот раз себе решили забрать лесного героя. В прошлой игре они отдали соло Чена и, в общем-то, Чен погоду сделал за 20 минут закончить игру. Это как раз такой Чен, который должен быть в каждой команде, тот, который имеет право на существование. Не просто себе такой саппорт Чен со зверушками, который в файтах где-то помогает, а Чен, который может пушить, тем более в паре с Beastmaster, с Anikram на 14-й минуте. И, понятное дело, что линии долго простоять не могли. Команда Burden United этот напор не выдержала. Но теперь, я так понимаю, United решили отправиться в лейтгейм. Последним пиком забирают Nature's Profit'а. Phantom Lancer для Sing Sing'a. Leshrac, на котором будет играть Некроман, вполне может быть, что это будет Leshrac mid lane. Вообще будет интересно стоять, он будет против Dragon Knight'а. И, в общем-то, Leshracу против Dragon Knight'а стоять несложно совершенно. И харасить есть чем, Leshracу сам по себе. Он очень даже функциональный парень. Ну и парень, или кто это? Очень даже функциональный олень. Поэтому, конечно, mid lane для команды Burden United сейчас будет гораздо более комфортабельным, чем в прошлой игре. Come with me на НЧ, скорее всего, отправится в лес. Sing Sing'a будет, я думаю, на Phantom Lancer реформить. Здесь у нас нижний лайн. Помогать ему будет кто? Майнац на Вичдокторе. Ну, Некроман. У меня есть подозрение, что на Leshrac'е отправится в mid lane. И сложная линия для Nature's Profit'а. Соло ставят Payson. Nature's Profit'ы, которые у нас в лесу тусуются, это все окончено. Это совершенно другая история, которая давным-давно прошла. Ну, команда Альянс, наверное, одним из лучших в мире оффлейнеров и чуть ли не лучшим... Одним из лучших в мире игроков, в принципе, Адмиралом Бульдогом, точно так же поступает. Почему бы этот опыт не перенимать? Почему бы его не реализовывать в собственной комбинации другим командам? У Burden United приличный составчик, все играющие. Да, тут больше, конечно, High MMR паб-герои, тот же SingSync, тот же MyNuts, тот же ComeWithMe, которые в серьезных коллективах играли, но сейчас, в общем-то, не командные игроки, а больше индивидуальные личности. Ну, и в команде получается, в принципе, неплохо, но... Но-но-но-но-но, еще раз говорю, что здесь Burden United должны за счет... с данным пиком за счет индивидуального профессионализма вывозить. Nature's Profit должен быть Nature's Profit, а Phantom Lancer должен быть суперрасфармленным керрием. В таком случае на успех команда Burden United будет обречена. Если не пойдет что-то, если Nature's Profit загнобят или у нас... Так, у нас гнобят уже Nature's Profit, а Сема Заслеер через Understrike. Половину ХП сливает Пэрис, он сам, конечно, получает тоже по горбу, но он саппорт, он должен получать. Так вот, если загнобят у нас Фуриона или Синг-Синг, окажется без фарма, чего, в принципе, быть не должно, то у команды Burden United будут проблемы. На мидлейне Лешрак от Некромана. Против него стоит No-one на Драгонайте. В прошлой игре, кстати, No-one на Шторм Спирити просто поиздевался над Некроманом на SF и, в принципе, над всей командой Burden United. Здесь такого быть, в общем-то, не должно. Да, понятно, что Драгонайт нормально может фармить через Бридсфайр, но... Но-но-но-но-но... По Харасу, конечно, Лешрак должен просто замучить здесь ДК. Драгонблад, которым отличается No-one в каких-то физ-замесах, абсолютно бесполезен. Против Лешрака, потому что всё здесь через магический дэмэдж. Некроман через Lightning Storm должен издеваться над ДК. Ну что, и ФБ у нас делает команда Вегас Квадрон из соло на Баунти Хантере. Просто соло в соло расковырял у нас НЧУ. Странно, даже можем, в принципе, нет. Ладно, не будем смотреть. Просто Каму Изми у нас встрял. Каму Изми отдает ФБ своим оппонентам. 1-0. Начало позитивное для команды Вегас Квадрон. 1000 голды плюс для них по золоту, по экспириенцию по 300. Соло в инвизии на Некромана. Готовится выход No-one без стана. Ну что, соло? Просто пнул Некромана и ушёл отсюда. Хитрый. В этой игре... Так, Перрисона у нас возвращает. Пытается сделать отсюда телепортацию на Чиспрофит. И всё хорошо получается у Перриса. Просто уходит. Проблемы нет меня. Там, где могут быть проблемы, нет проблемы по сути. Улетает, избегает этот файт. Узбегает ещё один фраг для команды Вегас Квадрон. Позитивно для команды Бёрден Юнайтед. Соло опять в полнейшем одиночестве. Теперь забирает фарму Каму Изми. Сетка пошла у нас по соло. Инвиз. Через секунду. В принципе, соло он и не нужен сейчас по факту. Синг-синг. 14 на 7. Против него Паша на гирокоптере. Тоже 14 на 4. Лешрак 14 на 0 и 12 на 4 на 1. Те, кто должны фармить, те фармят. Причём на 1 ещё держится очень даже неплохо. Я думал, проблемы у него будут посильнее. Но здесь... О чём это свидетельствует? Скорее всего, о том, что немного не доигрывает команда Бёрден Юнайтед. В частности, Некроман на Лешраке. Ноуан всё своё необходимое выфармливает. И Некроман жизнь ему почему-то не портит. Хотя, по идее, должен бы. По золоту. 750 вега продолжает вести по экспириенсу. Теряет своё преимущество до сотни. Оно скатывается в пользу команды... Точнее, в сторону команды Бёрден Юнайтед. Но по-прежнему в пользу команды Вега Сквадрон. Баути Хантер. Ещё один фраг. И на этот раз умирает у нас Вич Доктор. И Бестмастера здесь разваливают. Соло забрал фраг. И один фраг забрал Фантом Ланцер. И уже неприятно для команды Вега Сквадрон. Потому что деньги, а именно 341 монетка капнула здесь Синг Сингу. Ему не должны вега давать вообще фармить. Если они не хотят в будущем получить себе невероятные проблемы. А если хотят, давайте фармить. Выходят у нас на Нуана. Сетка есть. Нуана ловят. Сплетел с под ноги. И Пэрис очень удачно здесь прилетел. Вообще непонятно зачем. Ну, подпушить Лайн. Почему бы нет? 4 НТа у Пэриса. Нейчер Скол уже 3-го левела. Поэтому Лайн можно даже попробовать снести. Не проблема. Ну и начинают пинать. Скорее всего, Т1 развалит команда Бёрден Юнайтед. Никто не идет сюда сейвить. А вот у нас ТП-шка. Это у нас Баунти Хантер. И Баунти Хантер понимает, что полная хрень влетать под сплитеос. Лучше отсюда уйти. Лучше избежать этой ситуации. Отменяет ТП. В это время команда Бёрден Юнайтед забирает Тауэр на мидлейне. Давайте по фарму посмотрим. Паша на гирокоптере. 28 на 8. У него через 450 голды будут фейсбутсы. Здесь Фантом Лансер уже бегает с Пауэр Трэдс. Бегает с Рингов Базилус. По Нетворсу на первом месте Синг Синг. 2 600 для него и 2 300 для Паши. Готовься файт. Маледикт пошел в соло. Майнац на лоу ХП. Майнаца должны забирать. Еще один плевок от Кабана. Даже не плевок от Кабана. Баунти Хантер его забирает. Ну и здесь дотикает соло под Меледиктом. Никуда, собственно, не деться. Посмеялся. Умер. Круто. 2 в 1 размен. Еще умер у нас и Драгон Найт на мидлейне. Да, но Уан эту игру начинает не так радужно, как в прошлую. Теперь команда Бёрден Юнайтед руководит всем на мидлейне. Уже выходят на Т2 и уже начинают пушить. Пэрис где-то здесь был и ушел. Просто Нейчер Сколл провязал. И тут уже крипы свое дело делают. Что Сёма агрит на себя у нас. Пачку крипов Т2. Подпушили немного, конечно, но все равно неприятно. На что минуте твои Т2 начинают подгорать. Это уже... Это уже тревожный звонок. Вега. Тут за счет террориста Соло, в принципе, все делает. Камбо-Змей понимает, что кто бы это мог, интересно, еще взять у руну хосты. Ну и дальше за Камбо-Змей погоня. Антачи был есть. Вот Камбо-Змей провязал виспов. Подстопил у нас Пашу. Камбо-Змей, скорее всего, заберут. Да, Камбо-Змей в итоге Гирокоптер забирает. Ну и здесь Лешрак уходит у нас на хайграунд. Соло уже его здесь видит. Все, Лешрака зарезали. 5-4 счет. Два килограмма на ровном месте делает команда Вега-Сквадрон. Паша забрал один фраг. Соло забрал второй фраг. И что? Еще можно и Кентавра к себе прибрать. Если есть в этом, конечно, смысл. На Переса выходит опять команда Вега-Сквадрон. Даже Перес, точнее, прилетел сам тут смерть свою найти. Получилось у него все великолепно. 4-6 счет. Соло у нас пытаются застопить. Соло отменяет ТПшку, потому что понятно, что будет стом под Кентавра пешком теперь. Либо на собственный фонтан, либо здесь можно, в общем-то, отхилиться и через урну вшатываться. Можно и не тратить заряд. Все и так неплохо. Ну что, плюс для Вега-Сквадрон 100%. Три фрага на ровном месте. Тысяча голды. Даже больше тысячи голды они отыграли по золоту и по экспириенсу. От 600 поражений в 1000+. Ну классно. Почему бы и нет? 1250 даже по золоту за последние 2 минуты. За 3 безответных фрага. В это время фармит Синг-Синг. Синг-Синг на мага. Маг, Праймал Руор в Майнаце. Майнаце убивает. Умирает также маг. Перис уже здесь. Висит на нем Сандер Страйк. Перис наваливает по 0-1. В принципе, это физдэмэдж 0-1. Плевать на него. Синг-Синга тоже убивают. Брюмастера, правда, потеряли. И Периса тоже убивают. И что? 3-1. Дерется команда Вега-Сквадрон с абсолютным плюсом для себя. Потеряли Брюмастера. Оффлейнер не критично вообще. Тысячу голды зарабатывает Вега в одном файте. Опять же. И 1300 экспириенс. Ну, все классно. Так, у нас кого-то кто-то зачем-то вернул. А зачем у нас вернули Сема Зе Слеер у нас? На лоу ХП. Но благодаря стадии к шторму, нифигища вообще не смог вкастовать здесь Некроман. Некроман в таверну. Соло под Мередиктом. Должен, в общем-то, выживать. Кто его тут похилил? Ну, ноуан через боттл похилил. Все. Урдом в Шандалс пополняется. И себя, и соперника, и всех-всех-всех. Сема Зе Слеер в итоге у нас умирает. Ну, и кого? И Периса будут, наверное, здесь загонять. Кам Визми на лоу ХП. Кам Визми убегает. Ноуан, скорее всего, тоже у нас отъедет. Два в два пока что файт. Колдаун пошел у нас по Синг Сингу. Синг Синг на лоу ХП. Могут забрать его. Синг Синг умирает. Умирает также Гирокоптер. Ну, тут просто все на все дерются. Команда Вега Сквадрон против Бёрден Юнайтед. Мак отсюда вместе соло уходит. И Некроман дальше гонит своих оппонентов. Трифт. Четыре в три даже файт. 1300 голды Вега Сквадрон. 1790 экспы. Ну, тут плюс, конечно, есть для Бёрден Юнайтед. По фарму и по экспириенсу. Но Некромана закрывают у нас в Кинетик Филд. Его забирают. Забирают его под треком. Уже мега килл от соло. 8-1-3 на данный момент. 14 фрагов делает команда Вега Сквадрон. 8 из них у Баунти Хантера. Еще и 3 асиста. То есть в 11 из 14 великолепно. Майнац у нас ловит Урн оф Шадоуз. Ловит у нас удар у Дженады. Скорее всего, здесь его заберет соло. Маны немножко не хватает. Мана тут, в принципе, не нужна. Просто с руки Баунти Хантер дорезает у нас Вич Доктора. И анстапа был для соло. И уже есть у него аркан бутсы. У него уже 2 200 на руках. Теперь можно, в принципе, Яшу покупать соло. Идти в наступление. Там разваливать. Нет, приобретает себе Staff of Isidre. Нул Талисман готовится соло приобрести догон. Как бы это ни аукнулось потом. Команде Вега? Ну, думаю, нет. То, как сейчас идет игра. Команде Вега надо убивать, 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 убивать. Так, чтобы не опомнились Бёрден Юнайтед в принципе. Этими всеми файтами 3000 плюс по золоту они уже себе заработали. И по экспириенсу 4000 тоже для команды Вега Сквадрон. Ну и подфидил Ноуан. 780 голды, 500 с копейками. По голде отдал своим оппонентам. Тоже не критично, но неприятная в любом случае история. Напомню еще раз. Первую игру команда Вега Сквадрон выиграла за 22 минуты 41 секунду. Там был пуш. Там был пуш потенциал серьезный. И серьезная строта. Ну что, и у нас ПЛ еще развалили. Забирает его Сёма за Слеер. Здесь, конечно же, был Баунти Хантер. Трек не знаю, был ли провязан. А ну-ка. А ну-ка, а ну-ка. Конечно, тут был трек. Конечно, голды капнула тьма тьмущая. Так. Камвезми у нас от Паши огребает. Перис летит сюда, отменяет ТПшку. Ну, не ТПшку. Что там у него? Телепортейшн. Ну что, блещет здесь, конечно, соло. Тут не поспорить. Да, этот догон на 11 минуте, по-моему, удачное приобретение. Если бы этот догон был минуте на 18, например, там, 19 к 20 где-то, да, можно было бы сказать, что это некая интрига. Пойдет, не пойдет. А на 12 минуте 100% пойдет. Баунти Хантер у нас запиливает с руки любого. Плюс ему необходим дополнительный запас маны. Что вы видите. В принципе, 887 монопоинтов. Так, посмотрим, давайте, например, Инчунти, интеллектуала в составе команды Берден Юнайтед. У него 403 максимальное количество монопоинтов. 480 Вич Доктор. Нейчерс Профит 780. Ну, ничего, так еще Нейчерс Профит смотрится. Ну что, Нейчерс Профита развалили. В это время. У Лешрака 819. Офигеть, да, Лешрак, который вообще тут по мане. Должен, в принципе, сам в ней купаться и всю команду купать. В итоге Лешрак у нас имеет меньше монопоинтов, чем это имеет Баунти Хантер. 887. Короче, самый серьезный парень. Самый интеллектуал у нас в данной игре. Баунти Хантер. Викет Сик. Соло уже имеет счет 10-1-4. На ранних левелах это прям чудо из чудес. Смотрится хорошо. Смотрится и правда очень даже хорошо. Ну и в это время, пока Соло отвлекает всех оппонентов, Паша фармит. Ну, тут не до фарма уже Паша. Перри сюда прилетает. Синг-Синг за ним. Кулдаун Синг, в принципе, переживает. Еще и Доппельгангер пошел. Ну и все, майнат здесь. Пашу не отпустит. Нейчерс Профит в итоге забирает этот франк. 10-19. 900 голды и 1100 экспириенса получает Бёрден Юнайтед за одного героя. Не будем забывать, что это мейнкерри. Я все это прекрасно понимаю. Но какого лешего мейнкерри у нас был в Соло, непонятно. Ну что, посмотрим Соло, что с майнатсом сделает. Трек пошел по майнатсу. Догон. В спинку минус майнатс. Соло уже имеет... Короче говоря, следующее убийство Соло будет Годлайн. И это очень хорошо. Ну что, и нечем убить Соло. Сразу же тэпаут. Самое верное решение из тех, которые можно было принять. Так, импетусы здесь хоть не летят на Соло. Сейчас 400 квадратиллионов дэмэджа нанесет. Пэйл в это время забрал у нас Бистмастера. Ну и драка продолжается на мидлейне. Синг-синг. Доппельгангер только через секунду. В итоге он умирает. Пашу закрывает здесь в спруты. Висит на нем Маледикт. Юзает Мэджик Вонт. И это позволит ему, я думаю, пережить Маледикт. Хотя тут Паша, если уйдет, то на диких соплях вообще... Да, 58 хп. Если бы не эти заряды в Мэджик Вонде, Паша 100% умирал бы. Ну на то он и профессиональный игрок, чтобы уходить сильно битым, но живым. У Бистмастера появляются уже вторые Некра. У Соло второй догон. Тут надо обезопасить себя команде Бёрден Юнайтед. Вот везде должны стоять Сентрики. Везде, не только на Медлэйне, но и в лесу. Ну и смотрим на Пэриса. Пэрис Вижена не имеет. У Пэриса, кстати, есть Некра. В скором времени будет Вижен. Майнац, получи по голове. Годлайк от Баунти Хантера. Вот к чему мы шли. 12-1-4. Идет Соло, хоть к нему левткликом, точнее, привязывайся и следи за ним. Все равно экшен весь вокруг Соло. В Баунти Хантер, в Инвиз. Вдруг кто подойдет? Никто пока не подходит. Причем даже близко не подходит. Ноуан в Драгон форму второго левела и на Року. Сема Зеслэйр уже с Медальоном в Кураж. Дальше, я думаю, Солар Крест появится. Ну, Роршану уже сейчас неприятно. Я думаю, что запилят. Долго. Это мучительно, конечно, но с другой стороны бонусы тоже окупаются. Оно того стоит явно. У Перриса первый Некра. Еще половину рецепта надо собирать до вторых. У Бестмастера вторые Некра. Но маг тут поближе к заветной цели. Третья Некра. Кстати, что там у Нэйчис Профита? Ну, у него еще есть Турнов Шаддлс. У него есть Пауэр Третьс. А маг у нас идет обычно в голые Некрономиконы. Просто один тапок, одна ТПшка. Больше ничего для мага из функционала не имеется. Улетел у нас Нэйчис Профит. Куда ты, родной? Фурион у нас улетает на собственную базу. Но надо ТПшиться на Мидлейн. Тут будет файт. Файт уже готовится. Так, пошел у нас Глимс по Майнацу. Майнацу умирает. Майнац в Таверну. 11-24. 650 голды. 350 экспириенса. И команда Вега Сквадрон выходит у нас на Мидлейн. По голде они выигрывают почти 10 тысяч. По экспириенсу девятка тоже для команды Вега Сквадрон. Ну, все как нельзя лучше складывается для Вега Сквадрон. Понятное дело, что лейта здесь, скорее всего, за командой Бёрден Юнайтед. Но вроде как до лейты можно и все это закончить. И где-то мидгейм уже будет критичным. Посмотрите на Баунти Хантера. Баунти Хантер в порядке. Пришел Кентавр увезти за собой крипов. Одного забирает. Дальше проходит осада у нас Т2 команды Бёрден Юнайтед. Забрали игроки Вега Сквадрон. Еще один Тауэр и по голде тут уже за десятку графики переваливают. Ладно, давайте по вещам пробежимся. Гирокоптер. Есть уже Яша у Паши. Яша, Паша, Драма Фендюрэнс, Фейсбуцы. И немного золота на руках. Бестмастер. Третий Некра для Мага. Все закончено. Книжка, все главы собраны. Драгон Найт. Дмитрий Лхаммер есть, Огр Клаб есть. Но он выходит в БКБ есть также. Пауэр Трэдс, Маджиконт и почти тысяча на руках. Ах, Соло, куда ты попер? Лешрак забирает у нас в итоге Баунти Хантера. Что тут было проюзано? Дагон был проюзан. Это Баунти Хантер, видимо, нападал. Неудачно. Сливает стрик и отдает Некроману миллион вообще деньжищ. 960 зарабатывает Лешрак на Баунти Хантере. Неприятно. Ну что, видим, что у Лешрака есть. У Лешрака есть поинт-бустер. Ну, Талисман, Пауэр Трэдс. Пока больше ничего. Праймал Роар у нас от Мага. Некров третьего левела провязали. Перри закрывается. Круты здесь Мага. Пошел кулдаун. По двоим. Статик Шторм под ноги. Синг Синга можно будет забрать. Синг Синга взяет Доппельгангер на хайграунд. Не видят Синга. Синга отсюда улетит. Сандерстрайк в него, но здесь уже отхилится на базе. Понятное дело, это не проблема. Если бы забрали Синг Синга, игроки команды Вегас Квадрон. Файт был бы просто замечательным. А так, по факту, чуть-чуть совсем по золоту подняли. Забрали Фуриона. Ну, Фурион у нас и так миллион раз уже умирал. Это не страшно. А вот Фантом Лансера пятый раз отправить в Тавер. Но это было бы дорого. Это действительно было бы полезно. Соло. Встретиться сейчас с Камвезми? Нет, не встретиться. Соло избегает у нас проюзанный Даст. Что-то где-то кто-то прокликал. Понимает, что здесь есть Соло. Соло понимает, что его не видят. Ну что, режь Некромана. Глимсуйте назад. Режь его. Глимсуют у нас назад Некромана. Закрывают в Кинетик Филд. Стадик Шторм от Семы не будет. 20 секунд. Дагон провязали про Некромана. Ну и пошли у нас в СП от Камвезми. Вот это подстава от Соло. Соло просто оставляет у нас в итоге Сему Зислеера умирать против троих. А сам спокойненько уходит. Ну, такой он. Такой он Баунти Хантер. Ну, конечно же, такой он Соло в данной ситуации. Паша уже покупает себе Сенжин Яшу. Паша, Саша, Яша. Какой-то новый сериал на каком-нибудь дебильном телеканале. Пэрис со вторыми Некрами. До третьих совсем немножко остается. Ничего нового по артефактам. Некра будут макситься. Уже есть Сулбустер для Лешака. Нет до сих пор Сулвинга у Некромана. Ну, не очень он ему пока нужен. Нечис Профита мы видели. Энчантрес. Брасер, Пойнт Бустер, Пауэр Трэдс. Камвезми еще 2000. Необходимо ему до появления Аганима. Майнац. Без ничего. Варды тапок. И, 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 и Фантом Лансер. И Фантом Лансер совсем немножко не дособирал диффуза. Третий левел Некров уже для Нечис Профита. Ну, Некра это неприятно для команды Вегас Квадрон. Стоит об этом сразу сказать. Во-первых, это мобильный вард. Мобильный гем, который не пропадает у тебя. Который со временем все равно, когда откадешься книжка, появится. Я говорю, конечно же, о вижене инвизных ребят от Некров. Вот, собственно, и они. Чтобы не попасть, ну что, минус Курьер. Увидел все. Перис Некров провязал просто на всякий случай. Вдруг сам не добьется руки. Куру Кура отправляется в таверну. 8000 Вегас Квадрон по золоту и 8 с копейками по экспириенсу. Пэл уже несет себе собранные диффуза. Синг-Синг дальше за Семой. Некра здесь. Ну и что? Сему, скорее всего, заберут. Пэрис прилетает сюда. Сема за Слэйр в таверну. Синг-Синг теперь быстрый. Плюс еще и хатста здесь. Плюс много демеджа. Теперь вот, например, Сема за Слэйр вообще лакомый кусочек будет для команды Бёрден Юнайтед. Осталось тому же Нэйчис Профиту собрать Оркет, чтобы Род затыкать Дизраптору. Это более чем полезно будет на самом деле в файтах. Пэрис прилетел у нас ловить Ноуана. Сам себя закрывает с пруты. Просто, просто директор паники у нас Нэйчис Профит. С другой стороны, осторожность не помешает. Вспомним, что в прошлой игре с ним делали. Кто с кем дерется, кого ловят, непонятно. Ну, перепаранойили немножко Бёрден Юнайтед. Оно и неудивительно. Они могут вторую катку слить и пока что по счету явно не в их пользу протекает игра. У Герокоптера по фарму 10800. У Синг Синга на Пэйле 8700. Дальше идет Соло 8600. Это очень даже неплохой показатель для румящего Баунти Хантера, который не фармил. Посмотрите, что происходит у него по крипам. У него 11 крипов добито и при этом 13 героев с 4-мя ассистами. То есть, когда у тебя героев убито больше, чем крипов, ну, есть чему поучиться. Синг Синга глянцует у нас прямо под Кинетик Филд. Сёма Заслеер сейчас умрет. Синг Сингу это пережить несложно. У него есть барабаны, у него есть ПТ на силу. Всё, Синг Синга отсюда улетает. Некроман пытается выжить. Каму Змей выхиливает его за счет. Веспов. Ну и что, Каму Змей? Что это было вообще от Некромана? Беги, я их задержу. Каму Змей у нас ловят. Но Ван видит его. Сразу же стан. Минус 3. Делает команда Вега Сквадрон. Своего нерадивого саппорта разменяли на трех важных героев. Во-первых, Фантом Ланцер. Во-вторых, а как там Пэйл умудрился сдохнуть? На хайграунде. Стоял он на СПЛ. Уже делал ТП-аут. То ли глимсанули. Да нет, вроде вряд ли глимсанули. Видимо. Короче говоря, забили. Может быть, Паша. Может, кто еще. Там я уже пропустил. Ну и 3.700 зарабатывает команда Вега Сквадрон. Вижн-то на хайграунде. Понятное дело, что есть. Здесь есть Хоук от Орел. Есть от Бестмастера. Да, поэтому такой мув от Пэйла не мог никак увенчаться успехом. Забирают Т2 игроки команды Вега Сквадрон. Уходят отсюда. Плюс по золоту, плюс по экспириенсу. Кстати, за 10 перевалили Вега по золоту. По экспириенсу, та же история. Более 10.000 преимущества команды Вега Сквадрон. Ловят у нас Соло. Просветили. Прочекали. Некрас. Соло начинает сливать катку. 600-2-2. 6-2-2 золота получили за Соло. Совпадение? Не думаю. Соло отправляется в таверну. Не часто он там бывает. Три раза всего. Но последние два раза просто за бесплатно. Соло туда отправился. Во-первых, деньги дарит своим оппонентам. Во-вторых, никого в файте не забирает. Небольшой такой 5-минутный бесполезняк у нас от роумящего баунти-хантера команды Вега Сквадрон. Еще один рецепт на догон появляется. Третьего левела будет догон дэмэджа. Тут 700 становится. И кулдаун маленький. Это все становится очень даже полезно. Так, Паша. Уже с БКБ. БКБ 10 секундный. 2000 сверху для гирокоптера. Есть рингов Аквилла. Фейсбуцы. Драма Фендеранс. Гирокоптер затарен очень неплохо. Ну еще бы. На 4000 опережает у нас ближайшего преследователя. Это Пэрис в составе команды Бёрден Юнайтед. То есть начиспрофит, который на 26-й минуте не выдерживает противостояния с гирокоптером. Это, конечно, плюс для команды, у которой гирокоптер в наличии. Ну и 10 тысяч всего лишь насобирал Драгон Найт. В этой катке No One послабее, чем в прошлом смотрится. Потому что здесь Соло себе все забрал. Соло и... Соло забрал себе почти всех героев, а Паша забрал себе почти всех крипов. Майнаца поймали. Майнац, скорее всего, отправится в таверну. Да, Майнаца 100% здесь заберут. И Некромана через Праймал Руор. Через Дагон очень быстро съедают. Минус 2 делает команда Вега-Сквадрон. Забирает саппорта, забирает мидлейнера. А вот у Камбу и Змеи появляется... Появляется Аганим. Так, Синг-Синг пошел поиграться. Немножко попушить. Попушил. Все, отлично. Фантом-Лансер у нас через Доппельгангер заявейдил в итоге. Глимс. Гирокоптер там пока что инчу развалил. И еще кого-то развалили. Нынче с профита убили мне. Главное Синг-Синг. Будет ли он пятым в таверну отправляться или нет? Задывает Синг-Синг, не успевает дать с хайграунда соло Сурикен. А можно было бы. Можно. Или Дагоном, почему не пхнуть в него. Может быть КД, может быть Рэндж, а может отсутствие Вижна. Тут я ситуацию недоконтролил. Ну что, Вега-Сквадрон четверых забрали в этом файте. 17-33, причем файт по всей карте растянулся. Это такая затяжная драка. Линия фронта у нас оказалась по диагонали вообще. От начала до конца. Вега уже выигрывает. 15 с копейками по золоту, выигрывают 15 по экспириенсу. Ну и можно начинать пушить. Некромана у нас ловят кулдаун по нему. Ни одного удара от кулдауна. Соло просто через догон разорвал на куски у нас Некромана. Теряет Аегис. В итоге здесь гирокоптер. Можно, в принципе, попробовать всем зайти на хайграун. Пачка крипов идет. Плюс кабаны здесь. Ну, плюс Некра. Где они? Некра сейчас. Уже будут тут без мастера. Будут заходить на хайграунд. Должны, по крайней мере. Да, Некров проезжал здесь маг. Будут сваливать Т1. Пришли иллюзии. Немножко маны подсливать. Ну что, у Ноуана уже 6-й левел. У него уже дико хорошее замедление. У него, понятное дело, сплэш-урон. Камвы Змеи у нас очень сильно огребает от Ноуана. Ноуан под БКБ. Еще одна задувка. Камвы Змеи умирает. Потому что у Соло есть даггер. У Соло есть даггер. У Соло догон 5-го левела. Ловят у нас Соло. Полетели каски. Ну и здесь его не отпустят. Перис. Лови Соло. Где спруты? Перис. Что за детский сад? В итоге Вич Доктор еще 820 голды получает с Баунти Хантера. Баунти Хантер просто тут сундучок с деньгами. Постоянно, как его не убьют, триллион с него зарабатывает. 2400 по голде выигрывает Берден Юнайтед в этом файте. 1 в 2. И 4200 по Экспириенсу. Кстати, после этого матча у нас будет лайвовый ребродкаст матча команды Виртус Про против Ниндзи в пижамах. Глянем, как там ВП смотрится. Чем ближе к... Сами знаете чему, тем интересней наблюдать за подготовкой команды. За ее нынешним состоянием игровым. Вот. Поэтому Виртус Про безусловно внимание наше прикует к себе. 2000 голды Вега. Ой, 2. 20000. И по Экспириенсу почти 20000 тоже для Вега Сквадрон. Соло встает, для него здесь подарок в виде 2 лвлов Дагона. Теперь 800... 800 урона от Дагона и 15 секунд КД. За файт 3 штуки пихнуть вообще не проблема. У Гирокоптера уже есть бабочка, уже есть Энжин Яши, БКБ. Все это видели, кстати, единственный раз всего лишь Паша юзал Блэкинг Бар. Как-то не до этого было. Ну и по фарму Гирокоптер продолжает держать первенство. На 5500 обгоняет Синг Синга. Сразу за Сингом идет Соло. Совсем немного начинает проигрывать. Ну, 30-ая минута, уже пора бы остановиться немножко Баунти Хантеру и дать возможность Пэлу пофармить. Ну и Пэрис у нас готовится выйти в Хекс. Вот такие дела. 1500 на руках у Нэйчис Профита. Есть третий Некра, есть Урнов Шадлс. Все, в принципе, понятно. Теперь будет Хекс. Теперь с тем же Баунти Хантером можно будет разобраться очень быстро. Что там с Аганимом у Дизраптора? Есть ли? Есть! У Сема Заслеера есть Аганим. Немножко голды осталось сверху. Значит, только-только принес. У Бестмастера есть Даггер. Есть Бутс оф Тревел. Ну, теперь Мак, Мак теперь по всей карте. Может летать на Кабана, прилетать на собственную птицу, на кого угодно. Соло завардил вражеский лес. Теперь кто на первый спот приходит фармить, тот умирает на первом споте. Я думаю, теперь это будет закон. 31 минута, почти 20 тысяч Вега и 1017 по Экспириенсу тоже в пользу команды Вега Сквадрон. У Фантом Лансера уже есть Манта Стая. А что с Синга? Почему на нем постоянно... Все, вроде бы избавились, да? Избавились. Синг-Синг заходит на хайграунд. Соло уже не такой агрессивный, как раньше. Соло теперь видит своих оппонентов и быстрее делает Даггераут. Правильно делает, потому что поставили здесь вард. Если бы Соло здесь немножко задержался, я думаю, быстренько бы с ним поговорили. Тем более, что Синг-Синг уже не проблематично против Баунти Хантера драться. Не будем забывать, что Баунти Хантера, кроме Даггона, ничего в принципе на дэмэдж нет. Ну, с руки Сюрикен и Даггон. Все. Этого недостаточно, чтобы Пэла развалить, у которого 1850 хп. Ну и что, команды Вега Сквадрон по нижнему лайну. Заходят на хайграунд. ДД есть у Ноуана. У него есть БКБ, у него есть Кераса. Проюзай ДД, начинай пушить. Сноу-Ан. Сноу-Ан у нас теряет половину хп. Куда? Почему? От кого? Это что, Импетус? Что это было? Это он убил Некрадного. Вот такие дела, да. По-моему, от Нэйчис Профита просто в момент слетела хпшка с Ноу-Ана. Глимсует назад Пэриса. Сразу же в него Стан. Сразу же в него Дагон от Соло. Нэйчис Профит отправляется в таверну. По байбэкам. У Нэйчис Профита есть байбэк. Будет ли выкупаться, сейчас узнаем. Колдаун пошел у нас от Геррокоптера. Врывается на хайграунд здесь Мак. Стадик Шторм по-троим. Выходят из Стадик Шторма. Что Майнац? Вышел, кстати, из Стадик Шторма. Еще кто-то там и сразу же отправился в таверну. Это был Лешрак. Не в ту сторону пошел у нас Лешрак. Но с другой стороны пошел бы не в ту сторону, которую необходимо. Застрял бы в Кенетик Филде. Были бы огромнейшие проблемы. Ну, с другой стороны, что так ему умирать, что так было. Пэрис, иди пушь топ-лейн. Какого черта ты здесь забыл? А здесь уже Паша. Решила дефать топ-лейн. Здесь нормальное количество крипов. Поэтому можно Паше и подзаработать неплохо. Пунетворс он по-прежнему на первом месте. Обгоняет почти на 8 тысяч. Нет, не на 8. На 7500 обгоняет своего оппонента. 14 у Синг Синга. У Соло 13500. Минус Соло. Еще раз умирает Баунти Хантер. В который раз. Так как хорошо начинал Соло. Настолько же плохо он смотрится и сейчас. Так, Праймал Рор пошел от Бестмастера. На Пэриса. Сюда же Некра. Минус. Пэрис. Пэрис после байбека. Его не будет еще. Ой-ой-ой, как много. 5,5 минут. Можно идти пушить. Контр-пуша ни от кого не будет. Никто внимания отвлекать не должен. Да и в принципе здесь не самая удобная ситуация. Крипы команды Вега-Сквадрон уже подпушили почти под хайграунд. Тут надо команде Бёрден Юнайтед либо распылиться на два лайна. Но это чревато потерей одного и второго. Либо просто стоять дефать и надеяться на то, что крипы там не сильно продамажат. На самом деле не сильно продамажат. А, просто иллюзии Пэрл у нас. Отправил все. Линия пошла в обратную сторону. Еще раз повторюсь, у нас следующий матч Виртус Про против команды Ниндзи в пижамах. Тоже матч вчерашний, но от этого менее интересным он не стал. Так что собирайте. Друзей, знакомых, зовите. Должно быть очень даже ничего так. НОВАН подпихивает немножечко здесь линию, подпушивает ее ближе к баракам. Хотя сам НОВАН неплохо так еще и огребает. Кам, возьми, если бы еще один импетус забросил, НОВАН мог бы и склеиться. По голде 22 тысячи вега с квадрон по экспириенсу в 18. Тоже для российского коллектива. Бёрден Юнайтед в принципе проседают по всему. Почему только можно проседать, но Синг Синг продолжает фармить. И надежда, я думаю, команду Бёрден Юнайтед не покидает. Пока Фантом Лансер жив, пока у него есть байбэк, пока у него появляются постепенно артефакты. В принципе, почему бы и нет. Трек юзает Баунти Хантер. Да, его просветили, но это не критично. Здесь уже другие ребята будут драться. Кам, возьми, по трекам отправляется в таверну. Вот вам еще денежки. 580 зарабатывает вега с квадрон. И можно все-таки додавить этот нижний лайн. Таура нет. Заходи, убивай рейнджевой барак, убивай милишный. Или в любой вообще поочередности. Без разницы. Но для этого команде вега с квадрон надо хотя бы двоих-треих забрать. Если двух заберут, еще то, конечно, сторону развалят. Другие стороны без внешних таверов. Поэтому после низа сверху можно поковырять тавера. Можно сразу же отправиться на мидлей. Но он что-то постоянно проседает по хп. Постоянно. Как не посмотрю на Драгонайта, он бедняга на лох хп валит с хайграунда. Ну что, у ДК есть сыр на всякий случай. Улетают все на топ лейн. Почему сразу 3 тп? Потому что много крипов. Крипов очень быстро развалили. 73 хп у тавера. Денайд, не денайд. Подумал немножко мак, решил не денайд. Паша опять по топ лейну. У него есть уже МКБ. У него уже есть Энжин Яша, есть Баттерфляй. Ну и для Гирокоптера по-прежнему БКБ имеется 8 секунд. В принципе, файт... Файтиться можно без проблем. 26 тысяч золота Вега Складрон. 22 по экспед тоже в их пользу. Они тут смотрятся слишком хорошо, чтобы сливать такую катку. Ну, глянем, глянем. ПЛа никогда не надо сбрасываться от щитов. Точно так же, как и Нейчис Профита. Как только команда Вега решит где-то подфидить и сольется, вторым четвером понятно, где будет у нас Нейчис Профит. Здесь немножко осталось таверу. А там дальше бараки. А бараки в сдаче не дают, не сопротивляются. И второго левела появляется тревела у нас для Паши. Герокоптер не знает, в принципе, куда сейчас тратить деньги. В общем-то, это правильно. Надо деньги вкладывать туда, откуда можно будет извлечь пользу. Вторые Boots of Travel вижу, кстати, первый раз на официальных матчах. Да и вообще первый раз вижу тревела второго левела. И для тех, кто не знает, напомню. После изменений, после патча 6.84 тревела приобрели возможность докупаться еще раз. Покупается второй рецепт за 2000. И левел 2 становится Boots of Travel. Это позволяет летать не только на крипов, но и на собственных героев. То есть, независимо от того, есть ли там крипы, нет крипов, теперь герокоптер может на любого из своих тиммейтов прилететь. И все, полетел у нас герокоптер. Полетел у нас на кого? Полетел у нас на мага. Вот вам и пожалуйста. Магу даже не надо для этого вызывать каких-нибудь кабанов или каких-нибудь орлов. Паша и так прилетит. И деньги дальше льются. Для Паша у него по нетворцу 25.600. Он на 10 тысяч, больше, чем на 10 тысяч обогнал Синг-Синга. Синг-Синга печальная ситуация. Смотришь на герокоптер, но это плюс 2 слота. Еще и 2000 на руках. Здесь, правда, у ПЛH 4000 на руках. Ну, может быть, поэтому так сильно смотрится перефарм мейнкерри команды Vegas Quadron. Полетели каски в No.1. Все, каски на нем, в принципе, закончились. Все дальше наентах перешло. Ну и ульта пошла у нас от герокоптера. Минус 2 уже делает команда Vegas Quadron. Также забирает у нас еще и Phantom Lancer. Вместе с Лешироком сразу же выкупаются. И что, и драться есть ли вообще кому? Синг-Синг на лоу-граунд за Пашей. Синг-Синг ловит у нас замедление от No.1. No.1 юзает сыр. Синг-Синга должны забирать. Через сколько доппельгангер? Где вообще он? Нет. Синг-Синг неплохо дерется. Отъедается у нас No.1. No.1 забирают. Минус 2 делает команда Burden United. И еще и Пашу здесь загонят. Неужели Синг все эти деньги заработает? Да, Синг зарабатывает. Еще и... А кто, 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 кто? Так, сколько же Синг-Синг в этом файте заработал? Да, он байбэкнулся. Да, это неприятно. Но по деньгам, по идее, не должен был просесть. Нет, минус 885 в итоге этого файта. Дорого ему стоил байбэк. За это и ответил. Нижней стороны у команды Vega Squadron нет. Счет 24-46 почти в два раза. По голде Vega Squadron здесь прям в короли вышли. По Экспириенсу чуть-чуть выиграли. Не критично, немного. Но в целом все вместе смотрится просто удручающе для команды Burden United. Золото, прошу обратить внимание, 33 тысячи. Экспириенс 26. Все для Vega Squadron. 40-ая минута. 33 тысячи по голде. Это даже для 40-ой минуты слишком. Ну что, маг теперь с двумя Primal Roar. С двумя Некрами. С двумя Тревелами. Еще Гембо Удваивался у Бестмастера. Вообще было великолепно. Ну что, пошла погоня за Синг-Сингом. Здесь Паша и здесь маг. Есть чем контролить, есть чем разбивать лицо. Синг-Синг у нас отправляется в таверну. Байбэка у него нет. 442. Паша дальше за Перисом. Перис тоже в таверну. Камбэ Измей отпускает. Камбэ Измей отсюда уходит. Майнаца будут пытаться поймать. Дезвард пошел от Майнаца. Стан сразу же в него. Паша на лоу ХП. Паша умирает. Моментальный байбэк от Гирокоптера. А лететь-то не получится. 17 секунд. Еще, в принципе, КД на Бутсов Тревел. И Сёма Зе Слеер. Последний Вимпиатус не ловит. Улетает отсюда. Да и на лоу ХП здесь был Майнац. Так, Некроман в это время забирает Баунти Хантера. Как так получилось? Где? Тут же внизу. Тут же внизу. БКБ готовится. У Некромана к появлению 1100 на руках уже есть. Немножко совсем осталось монет до появления БКБ. А в это время Вегас Квадрон разваливает мид-лейн. Можно на третью линию. Тут, в принципе, игра уже близка к концу. Надо файтить за команде Бёрден Юнайтед. Правда, нет Фантом Лансера и нет Пэриса. И не будет. Вполне может быть, что не будет их уже в данной игре. Если третья сторона развалится, Бёрден Юнайтед не отдефают. Ну, все идет к этому. Кулдаун у нас по Come With Me. Кулдаун у нас по Майнацу. ГГ пишет Бёрден Юнайтед. Две игры подряд Вегас Квадрон поиздевались над своими оппонентами. Вторая была немножко подольше. Но вспомните начало. Вспомните, что в начале игры Соло делал с командой Бёрден Юнайтед. Я думаю, такой Баунти Хантер может и в кошмарах сниться. Ну что, ладно, у нас небольшая пауза, небольшой перерывчик. Мы тут сейчас... Я перезагружу игры. И мы ворвемся с вами на матч команд Ниндзи в пижамах против Виртус Про. Глянем, как там Медведи выглядят против Ниндзей. Кто вообще, какие сильные стороны у одной и у другой. Посмотрим. Да и вообще матч сам по себе должен быть интересный. Такое хорошее европейское противостояние. Что одна команда, что вторая. Достаточно интересный и оригинальный в собственной игре. Не забывайте подписываться на наш канал на Твиче. Можете платно, можете бесплатно. Как вам удобно. Абсолютно никто ни к чему вас не принуждает. Ну и заходите в группу ВКонтакте на наш канал на Ютубе. Напомню еще раз. Это Стуре Игрокам ТВ. Для вас работает друг. До скорой связи. Услышимся через, я думаю, минут через 15. Небольшой перерыв. И матч между НИП Ниндзей в пижамах против ВП Виртус Про. Все. До связи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...